Итак, всем привет, с вами Неко-чан, и я наконец-то записываю этот спидпейнт. Я могу немножко тупить в этом ролике, потому что у меня очень сильно болит голова, заложен нос, и я очень сегодня устала, но ролик мне записать надо, так что да, я могу в каких-то словах косячить, надеюсь, что я смогу какие-то свои огрехи потом исправить, но если не смогу, то просите меня, пожалуйста, не убивайте. Сегодня у нас пойдет речь об очень важной теме в уакинге, это материалы для лепки. Практически под каждым видео, которое я выпускаю, меня спрашивают, из какого материала ты делаешь детали, где его купить, и как выбрать нужный из всего разнообразия. Также очень многие спрашивают, подойдут ли другие материалы для лепки, которые они находят, и сегодня я отвечу на все эти вопросы. Видео мы поделим на такой маленький топ. Начнем с самого простого материала и закончим моим фаворитом, который я считаю самым лучшим для лепки. Я буду описывать характеристики каждого материала, а также расскажу о плюсах и минусах. Начнем мы с бархатного пластика, он же легкий пластилин. Консистенцию этого материала можно сравнить с художественной клячкой или же, если вы никогда не держали в руках, жвачкой для рук, потому что он очень мягкий, очень податливый и отлично тянется. Затвердевает бархатный пластик примерно через сутки, хотя уже менее податливым он становится примерно через 20 минут. И по засыханию представляет собой просто, ну я бы называла это куском пенопласта, то есть он мега легкий и немножечко эластичный. Давайте перейдем к плюсам. И первое это цена. Все-таки самый дешевый материал из представленных это бархатный пластик. Сейчас его можно найти абсолютно в любом киоске в количестве 10 цветов примерно за 100-250 рублей. Это очень мало по сравнению с тем, какое количество массы мы с вами получим за такие деньги в других вариантах. Следующий плюс, как ни странно, это то, что пластилин не надо запекать, он застывает прямо на воздухе. Я чуть-чуть позже расскажу, почему это прям огромный геморрой. Следующий плюс, это то, что по застыванию, как я уже говорила, масса становится слегка эластичной, что позволяет делать какие-то съемные детали, вроде одежды и ошейников. Следующий плюс, это то, что бархатный пластик выпускается во многих цветах. Это поможет в создании полуаков или когда вы не хотите заморачиваться с покраской аксессуаров. Последний плюс, то, что материал очень легкий, и даже если вы делаете какие-то объемные рога, хвосты и так далее, у вас пэт не будет падать, там наклонять голову и так далее, потому что материал в итоге практически ничего не весит, на то он и легкий пластилин, собственно. Теперь перейдем к минусам. И первый минус, это то, что материал очень хрупкий и боится воды. Я не советую из такого материала делать особо мелкие пряди волос, шерсти, а также какие-то детали одежды, потому что они попросту могут сломаться, даже при аккуратном обращении. Следующий минус, это то, что бархатный пластик просто иногда отказывается липнуть к пэту. И если речь идет о съемных аксессуарах, то да, это может быть и плюс. Но если мы говорим о постоянных прическах, хвостах, рогах, то вам в любом случае, даже если пластик хорошо прикрепился, придется эту часть отрывать и приклеивать на хороший клей. Еще один минус, это миграция цвета. Так как краситель у нас никак не закрепляется, он может спокойно мигрировать на вашу фигурку. Что это значит? У вас, допустим, была кошечка, на которой вы слепили прям из бархатного пластика, не красить ничего, розовую прическу. Да, там красную, я не знаю, синюю, зеленую, неважно, то есть в таких ярких цветах. И через пару дней, а может быть через пару лет, смотря по ситуации, цвет с прически перекидывается у вас на пэта, и на нем остаются пятна. И поэтому я бы вам не советовала делать из таких агрессивных цветов прически. Лучше взять краски и спокойно прокрасить, чем испортить пэта, как было у моей подруги. В целом, мое субъективное, я подчеркиваю, субъективное мнение об этом материале. Мне он удобен только лишь для съемных каких-то вещей, если меня просят сделать там съемный ошейник и тому подобное, то этот материал идеален. Но для основного покраса, для меня он застывает слишком быстро, текстура у него не такая, и вот эта хрупкость, мне она вообще не нравится. Следующий материал, о котором мы с вами поговорим, будет полимерная глина. По консистенции это обычный пластилин. Его нужно также разминать. Он, в принципе, ну реально, он один в один по консистенции. То есть, чем вы дольше его мнете, тем он мягче. В принципе, он достаточно пластичный. Одной из важных черт этой глины является то, что она не оставляет жирных следов, в отличие от пластилина. Такую глину нужно запекать, и в итоге она становится твердым пластиком. Плюсы этого материала. Первое. Он устойчив к воде. Вы можете спокойно мочить ваш оак, и ему ничегошеньки не будет, если его детали сделаны из полимерной глины. Полимерная глина отлично крепится к пету, и ее не нужно дополнительно приклеивать. Полимерная глина также продается в различных цветах, но в отличие от бархатного пластика, так как мы запекаем краситель внутри, никакой миграции цвета не будет. Так что эта штука отлично подойдет для каких-то оаков, где вы не хотите заморачиваться с покраской аксессуаров. Теперь о минусах. И первый минус, это, конечно же, то, что эту глину надо запекать. С этим просто отдельный геморрой. Если вы не допечете глину, она у вас будет крошиться. Если вы перепечете глину, она вздуется пузырями и тоже будет крошиться. Если вы, не дай бог, не досмотрите за глиной, которую, ну, допустим, вы вот сделали рога пету, и вместе с ним выпекаете, то пета у вас может расплавиться. И это я еще совершенно цветочки перечислила. В принципе, к запеканию можно приноровиться, только если сначала проводить много опытов и привыкать к этому не прямо на готовых работах. То есть делать много различных тестов, посмотреть, как вообще жарит ее ваша там духовка или чем вы пользуетесь, и уже как бы потом делать что-то серьезное. Следующий минус — это хрупкость. Здесь я вам советую, если вы все-таки собрались делать из полимерки, брать полимерную глину FIMO. Да, она дорогая, но в итоге она имеет более пластичную и не такую фарфоровую, что ли, текстуру по застыванию. И она больше похожа на какой-то прорезиненный пластик, я бы сказала, что делает ее более устойчивой к ударам. В остальных же случаях глина словно керамическая кружка, как я уже сказала. Один удар — и просто все колется. При создании игрушки Альбусом, может быть, кто-то его помнит, у меня там постоянно откалывался палец у него, хотя мы даже эту руку не роняли, она просто треснула, когда мы пытались вдеть ее на каркас из проволоки. Ну и самый существенный минус, как по мне, — это цена. Из всех представленных материалов данный самый дорогой. Так что, если вы подумали, что вам стоит заняться УАКами именно с использованием полимерной глины, будьте готовы к тому, что вам придется отдать за нее достаточно много денег. В заключение об этом материале. Если вам очень близка по духу текстура пластилина, а также вы хотите работать над мелкими деталями в одном куске работы по несколько дней, или, ну, там, по несколько часов, то этот материал для вас, потому что здесь глина сама никак не застынет, ее нужно будет только запечь, и плюс нету ни такой непривычной, ну, лично для меня непривычной, текстуры, как у бархатного пластика, потому что я с детства леплю все только из пластилина, и для меня такой формат, он прям идеален. Ну и переходим к самому сладкому, к материалу, о котором я могу петь просто сиренады. Эпоксилин, он же эпоксидный пластилин, он же моделлайт. У эпоксилина есть несколько подвидов, и если вы меня попросите, я могу о них рассказать. Я пользовалась, теперь я пользуюсь немножко другим аналогом этого материала, но я пользовалась вот таким вот эпоксилином дуо, не два в одном, именно дуо. Этот материал представляет из себя два компонента, отвердитель и эпоксидная смола. Вы смешиваете их в пропорции один к одному, и получаете мягкий, хорошо размятый пластилин, но если вы добавите воду, это будет самая настоящая глина. Именно за такую текстуру я и холю, и лелею этот материал, потому что то, что вы сможете создать идеальный, незаметный переход между пластиком и, собственно, эпоксилином, используя воду, а также в итоге немножко наждачки, дает огромную просто возможность для творчества. Опять же, небезызвестный ОАК на уводящего болотными тропами. Здесь всё серое — это эпоксилин, то есть вы понимаете масштаб. Я полностью здесь в фигурке слепила морду. А вот это сова. Я ей залепила бантик эпоксилином, немножко его зашлифовала, и получилась просто идеальная ровная поверхность, и если даже на неё вживую смотреть, даже и не скажешь, что это была сова именно с бантиком. И начнём мы с первого плюса. Как я уже сказала, это текстура. Ну, я буквально пару секунд назад всё про неё разъяснила. Второй плюс — это то, что материал самозатвердевающий. Да не просто, а затвердевает он сначала в первые полтора часа, то есть у вас целых полтора часа для работы, мне этого хватает для проработки всех мелких деталей, и потом он застывает в течение суток. Но по моему опыту я хочу сказать, что материал уже практически полностью затвердевает через 10 часов. Следующий плюс в том, что этот материал не боится воды. То есть вы можете абсолютно спокойно, опять же, мучить Пэта, и ему ничего не будет. И последний плюс этого материала — это самый прочный материал, который я встречала. Особенно если мы говорим об эпоксилине. Опять же, если вы хотите немножко подробный рассказ про то, чем различается эпоксилин, Мэдэлайт, и почему нужно брать именно эпоксилин, который я вам показала, то я прошу вас в комментарии, напишите мне об этом, я вам сниму ролик. Теперь мы перейдём к минусам. Первый — это для некоторых неприятный запах. Особенно он более резкий у эпоксилина. Следующий минус — это то, что материал достаточно тяжёлый при застывании, поэтому при создании каких-то больших хвостов, рогов и прочего, я советую вам использовать сначала такой каркас, можно так сказать, из фольги. То есть вы сначала общую форму создаёте с помощью фольги, сверху дорабатываете её эпоксилином. Кстати, это же и касается полимерной глины. Она не такая тяжёлая, но тоже, если создавать прям совсем объёмные какие-то штуки, ПЭД может начать заваливаться. Ну и последнее, не то что ни плюс и ни минус, потому что случаи такие бывают редкие, иногда эпоксилин вызывает лёгкую аллергическую реакцию. То есть вам достаточно с ним поработать буквально, я не знаю, ну, наверное, минут 15, и если у вас пошло небольшое раздражение по рукам, они немножко болят, значит у вас есть аллергическая реакция, и вам стоит работать в перчатках. Я советую вам брать виниловые, в них рука не так сильно потеет, и они также очень удобные при лепке. Но хочу вам сказать, что аллергия проявляется не у всех, и только в лёгкой форме. У меня вот она, к примеру, начала сначала проявляться, потом через пару месяцев организм, наверное, просто привык, и она сама собой прошла. Моё заключительное мнение об этом материале. Я считаю, что это самый лучший материал для уайкинга, лично для меня, потому что, во-первых, я уже говорила, текстура глины позволяет сделать переход между пластиком и эпоксилином, но также мокрыми пальцами или металлическими, ну, можно, в принципе, и пластиковыми инструментами можно спокойно загладить все огрехи и неровности. В полимерной глине вам понадобятся какие-нибудь акриловые или же железные инструменты, которые, между прочим, стоят ого-го. Не, ну на Алиэкспресс, естественно, их можно найти дёшево. В бархатном пластике такую проблему я вообще не знаю, как исправить. С ним я работала очень давно, и возвращаться к нему я вообще не хочу. Я рассказала всё, что вот по моему опыту. В заключении ролика я хочу сказать, что каждому свой материал, и если вы нашли общий язык с бархатным пластиком или полимерной глиной, то я рада за вас, потому что вы молодцы. Мне же эти материалы не подошли, и я высказываю о них своё субъективное мнение, называя и плюсы, и минусы, стараясь сделать это максимально точно, насколько я могу это сделать с учётом опыта работы с каждым из этих материалов. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, а также понравился ОАК, который получился в итоге. С вами была Неку-чан, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok